В ноябре этого года завершится процесс обсуждения отчёта по оценке влияния на окружающую среду и социальную сферу проекта разработки Центрально-Восточной Азари. После одобрения проекта планируется строительство буровой и добывающей платформы с жилым блоком между платформами Центральной Азари и Восточной Азари на глубине 137 метров и необходимой инфраструктуры. Проектный вариант документа был представлен в сентябре этого года. Как заявил в интервью CBC вице-президент BP Азербайджан Бахтия Раслон Бейли, уже начались подготовительные работы в рамках этого проекта. Для реализации проекта по Центральной Восточной Азари ведутся переговоры с компанией Сокар и партнёрами. Они касаются снижения бюджета и инжиниринга проекта. После завершения переговора ожидается принятие окончательного инвестиционного решения. Его реализация возможна в 2019 году. По словам Бахтия Раслон Бейли, одним из основных условий после продления контракта ПСЕ по Азари-Черак-Генышли до 2050 года было строительство новой морской платформы. После успешного завершения переговоров будет рассматриваться вопрос строительства платформы. Эта платформа важна с точки зрения стабилизации уровня добычи с блока АЧГ путём бурения новых скважин. Отметил, что согласно ОВОЗ, за счёт бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов планируется добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тысяч баррелей нефти. Сейчас среднесуточная годовая добыча составляет примерно 580 тысяч баррелей. До конца текущего года планируется сохранение уровня добычи примерно на этом уровне. Вице-президент компании также рассказал о проделанной работе в рамках другого крупного проекта – разработки перспективной структуры «Шафа Касиман». Он отметил, что уже завершилась интерпретация полученных данных по результатам проведения 3D-сейсмики на данной структуре. Данная сейсморазведка является самой масштабной, когда-либо проведённой на Каспии. «Бурение первой скважины на «Шафа Касиман» планируется начать в 2019 году. Мы предполагаем, что здесь имеются серьёзные запасы газа. Но только после бурения разведочной скважины можно определить более конкретно об объёмах запасов и сроках буровых работ. Объёмы запасов блока могут быть сопоставимы с запасами «Шахданис», может, чуть меньше или даже больше». Ранее было заявлено о том, что дизайн разработки и непосредственно организация подводной разработки структуры займёт достаточно времени. Поэтому начало добычи первого газа со структуры «Шафа Касиман» ожидается в 2030 году. По предварительным оценкам «Сокар» её запасы составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата. Отметен, что контракт на разработку структуры между компанией «Сокар» и «Бипе» был подписан в июле 2010 года. Он рассчитан на 30 лет с возможностью продления ещё на 5 лет. Далевую часть о сторон будет паритетным.